Всем привет, с вами снова Трибунал и сегодня я решил снять видео по поводу клановых поручений и клановых скиллов. Подтолкнуло меня на снятие данного видеоролика то, что в последних обновлениях нам добавили в подбор возможность разбирать автоматические предметы, которые не годятся для клановых поручений. Во всяком случае добавили такую кнопку, но полного функционала у нас еще нет. Думаю, что в скором времени завезут, так как уже начали более-менее апдейт к этому. Так, что из себя представляет клановое поручение? Значит в клане добавят новую вот такую вот вкладку с поручениями. Значит поручения бывают трех видов. Вот с общей наградой красных монет это с вещей. Далее с зелеными наградами, с зелеными монетами это с оружия. И также есть с синими монетами. Они у нас идут с бижутерией. Вот полностью все с бижутерией. С собой они, с себя они представляют как бы коллекции клановые. Значит, но немножко расширенные. Вот есть награда, есть два типа наград. Первая награда это которую получает человек, то есть соклан, который внес данную вещь. Это вот здесь к примеру 248 монет, данные монеты. И есть награда клана, которую клан получит, если полностью всю коллекцию закроет. В данном случае это красные монеты в размере 5930. Клановых монет, я как сказал, есть три типа. Есть красные, зеленые и синие. Соответственно, при закрытии коллекции нужно осмотреть, какие коллекции вам нужнее для скиллов. Я покажу дальше, как скиллы учатся. Далее вы видите, вот здесь вот в прогрессе есть коллекции и есть не в прогрессе. Так как я понимаю, ну это не 100%. Клан-лидер выбирает коллекции, которые он ставит в прогрессе. Есть таких коллекций всего пять, возможно, одновременно в прогрессе. И, соответственно, клан-мемберы могут внести в шмотки для закрытия только этих коллекций. Соответственно, вот сюда, например, я не смогу ничего добавить. Но вот сюда вот могут. В чем получается профит клана? Окей, давайте сейчас смотрим. Клан получает красные, зеленые и синие монеты. За эти монеты он прокачивает клан скиллы. Есть две ветки. Есть вот ветка одна. А так я понимаю, это атака. Атака, деф. Видите, вот здесь нужно пять тысяч красных для активации монет. Здесь шесть тысяч восемьдесят зеленых. О, синих. Здесь шесть тысяч восемьдесят зеленых. Здесь, соответственно, красных. И пошло на увеличение. Я буду прокрасывать все скиллы и говорить дальше. Значит, клан закрывает, получается, коллекции. После чего клан-мемберы закрывают коллекции. После чего клан получает очки. И, соответственно, за эти очки клан-лидер прокачивает скиллы. Есть активные скиллы. С действием 1 минута и кулдауном в 10 минут. Вот такие вот. Это клан-резист. Это клан-акурости. То есть, это шанс прохождения дебафов. А там шанс дефа-дебафа. Далее у вас есть еще пассивные. Вот даже тройной шанс. И в конце еще есть активные. Я так понимаю... Да, также есть, кто может использовать эти скиллы. И вот клан-лидер и хранители. Клан-лидер и хранители. Также здесь клан-лидер и хранители. А эти скиллы... Да, вот эти вот все активные скиллы только клан-лидер и хранитель. Они имеют, соответственно, некоторое время работы и откат. Возможно, они будут работать... Но это как бы для осад, я так понимаю. Для какого-то еще дополнительного густа. Так, прокачка, в принципе, казалось бы, недорого. Но есть один нюанс. Если первый скилл, он проканчивается со стопроцентным шансом, то все последующие идут на уменьшение. Здесь 80%, здесь 60%, здесь уже 30% шанс активации. Здесь 25%, здесь опять-таки 50%, 40%. И последние скиллы 25% шанс того, что вы его прокачаете. Возможно, они имеют некоторые уровни. Но точно сказать не могу, так как у меня вот клан, которым я попал, это Корея. Я данное видео снимаю на Корее. Он не прокачан. Так, далее. Есть вторая ветка. Здесь все также используются все те же монеты. Но здесь, как я понимаю, скиллы идут уже не на хранителей и на клан-лидера, а каждый сам. То есть это для всех клан-мемберов. Вот, и если предыдущие скиллы, там действие 1 минута, кулдаун 10, то здесь действие 1 час, кулдаун 6 часов, соответственно. Да, селф 1 час 6, и вот еще один. Все так же. Бонус опыта, демедж редакшн. Вот. Я быстренько прокладываю статы. Мы, в принципе, посмотрели с клановые скиллы, которые можно прокачать дам. И теперь нужно посмотреть, что же, куда же тратить монетки, которые получают клан-мемберы. То есть те, которые закидывают шмотки, чтобы это было им интересно. В клане добавили в клан-холле еще одного НПС. И у этого НПСа появились новые айтемы, которые покупаются, соответственно, за вот эти вот монетки. Они будут не все доступны. Если нам внесут обновления, то, соответственно, я думаю, что это будет не все доступны. Будет магазин сразу не такой обширный. И он будет добавляться по мере обновлений адена и остальных локаций. Например, вот Истер. То есть это пыль, которая дает 1000 пыли за 200 монет. Это банки, которые пополняют виталку и дают вам опыт. Так, эликсир, понятно. Здесь у нас кристаллы большие и маленькие. Здесь у нас Oracle токены. Здесь у нас медали за славу. Также есть карточки, соответственно. Души, у нас их также нет, это бестиарий. Но это все будет со временем. То бишь, эти все айтемы будут дополняться. Я думаю, что они будут не сразу все доступны. Ну, наверное, я все рассказал. То есть вы берете, клан-лидер выбирает. А, нет, не все. Есть еще маленький нюанс. На данном этапе, я не знаю, возможно, это будет в дальнейшем как-то меняться. От уровня клана зависит количество коллекций, вот этих вот поручений клановых. Это не коллекции, это клановые поручения, которые можно выполнить. Вот, соответственно, я не знаю, какое количество на каком уровне. Но вот на 12 уровне, возможно, всего 45 поручений. То есть нужно будет выбирать максимальной наградой. То есть если есть награда, вот, например, 1700, да, и есть 5900, то лучше закрыть наиболее дорогие, для того, чтобы прокачать больше скиллов. Также есть количество айтемов, которые может внести один клан-лидер. Вот, например, на 12 уровне это 420 вещей. Вот. Они не скидываются и не обновляются на данном этапе. Квесты, вот эти вот, можно перекручивать. Их может перекручивать клан-лидер за адену. Внизу он, видите, рефреш. Первые 1 миллион и дальше будут дорожать. Они обновляются каждую среду в 5 утра. Вот, ну, с рестартом, соответственно, ночным. И они меняются. Соответственно, клан-лидер может поменять на что-то другое. Вот. Поэтому, когда ведут данную систему, выбирайте с умом коллекции, для того, чтобы коллекции поручить. Для того, чтобы клан мог их закрыть и получить награду. И выучить скиллы. Вот. В принципе, по клановой системе новой и по клановым скиллам, я думаю, что все рассказал. Если какие-то вопросы остались, пишите в комментарии. Я постараюсь ответить. Если есть какие-то пожелания для того, чтобы я снял видео еще о чем-то, вы о чем-то в L2M, соответственно, да. На Корее или еще по будущим обновлениям. Пишите. Я с радостью, я думаю, откликнусь и сделаю это. Вот. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok